Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я, Александр, технолог производства. Сегодня сделаем небольшой обзор на такие новинки кованого карбона. Представлены они в трех вариантах с более темным фоном, практически прозрачные и эти текстуры мы будем тестировать на темных тонах подложки. Вот так выглядят все три варианта, чтобы было понятно как выглядят они на просвет, на разных цветах подложки, можно предварительно прежде чем красить изделие. Здесь у нас образец серебристый, здесь практически черный вариант лопатии. На белом фоне смотрится вот так и темный фон. Печатаем скорее всего на черную базу, посмотрим на прорисовку на наших образцах. И хорошо видно, да, что на светлых тонах ее практически не видно. Делаем тест на рабочую сторону и кладем на воду. Засекаем время. Температура воды у нас 27-28 градусов. Текстура сама по себе не плотная, поэтому при такой температуре выдержки на воде примерно 2,5 минуты будет достаточно. быстро набирает эластичность. Краскопультный активатор дюза 1,3, манометр, статор рабочие давления, единичка, 2,5 оборота подачи материала. Итак, 2,5 минуты у нас прошли. Наносим активосом. Отпечатаем на черную базу. Эластичный становится практически сразу. Ждем секунд десять, отпечатаем. Вот на черном фоне выглядит она вот так. Протестируем следующую текстуру. Она немного более темный фон имеет. Но, по крайней мере, на ощупь тоже не плотная, поэтому протестируем на тех же 2,5 минутах. И также на черную базу отпечатаем. Итак, 2,5 минуты прошло. Также стандартно наносим активатор. Подача материала 2,5 оборота. Тоже практически сразу становится эластичным. 5-10 секунд и печатаем. Протестируем третий вариант текстуры кованый карбон. Температура воды у нас та же 27-28 градусов. И отпечатаем также на выдержке 2,5 минуты на воде. На активатор также 2,5 оборота подачи материала. Итак, 2,5 минуты прошло. Наносим активатор. Печатаем также на черную базу. Тоже эластичный практически сразу становится. Буквально первые 5-10 секунд. Промоем наши образцы. Итак, все наши три варианта образцов промыты. Без лака выглядят они вот так. Ну, здесь на выбор. Закрываем финишным лаком либо матовым, либо глянцевым. Мы покроем наши образцы глянцевым прозрачным лаком. И третий вариант с такой крупной прорисовкой. Тоже пока без лака. Все три текстуры интересны тем, что можно опять поменять фон с помощью оттенков кэнди на выбор. Достаточно интересно будет смотреть. Итак, глянцевым лаком образцы мы наши покрыли. Первый вариант. Текстура кованого карбона. Выглядит вот так. Более темное исполнение. Ну, здесь прорисовка немного другая. Выглядит, соответственно, деталь по-другому. Но под глянцевым лаком неплохо смотрится. И третий вариант под глянцевым лаком. Более крупная прорисовка. И на нескольких образцах мы решили показать, как выглядят те же текстуры с тонировкой кэнди. На этот образец мы нанесли один слой кэнди бронза. Та же самая текстура, но под двумя слоями кэнди. На предыдущем один слой кэнди бронза. Второй образец. Более темная прорисовка. Кованого карбона. Также два слоя кэнди бронза. И третий вариант. Те же два слоя кэнди бронза. Любой оценок на выбор по вашему желанию можно понести. Здесь у нас два слоя желтой кэнди нанесли под глянцевым лаком. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, пишите нам в комментарии. С вами была компания Fusion Technologies. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok